Ритуал на желание на новое Таро. Когда купили новое Таро, то чек, оригинал, бросьте в кладбищенский мусорник. А после, загадав желание, разложите 12 карт рубашкой вверх и выберите себе одну карту. И по ее значению узнаете, что исполнится. Если плохое значение, то перегадать нельзя. Это новое Таро, Анны Стокис, легенды. Это снова Таро с драконами. Я не могу сказать, что их силы признают для ритуалов. Нет, оно, во-первых, цветное. Но тут есть драконы, не единороги. Они их признают как денежные символы. И символы удачи. Так что это тоже можно. Не во всех ритуалах, конечно. Если вы хотите делать ритуалы на картах, вам нужны Малефик и Некро-13. Это, конечно, основные их колоды. Это как прямо телефон. Ну, сейчас попробуем. Чек я бросила. Уже не посмотрим результат. Каждый может загадать себе. Сейчас посмотрим, что нам скажет Таро легенд. Вот 12 вариантов. Тут дракон с единорогом на рубашке. Да, еще такой нюанс. Большинство народа, я смотрю, гадают только на прямых картах. Гадайте как хотите. Но если вы делаете ритуал, они только на прямых. Они не будут с вами работать никогда. Когда они пользуются и прямыми, и перевернутыми картами. Это обязательно тасуете, вы поворачиваете. Если это ритуал, вы должны переворачивать. Даже если вы этого никогда не делаете при гадании, вначе ритуалы не получатся. Они работают на прямых и перевернутых. Разное значение. Так что выбирайте. 12 вариантов. По 12 домам. Для меня это 12 домов, а не 12 знаков. Всегда были, есть и будут. 4 вверху. 5, 6, 7, 8, 2 ряд. Из 9 по 12. Последний ряд. Убирайте. Ну, это туз кубков первый вариант. Вас поздравляю. В течение года вы должны купить недвижимость. Или у вас родится ребенок, или будет брак. В семье. Но в любом случае улучшение, увеличение семьи. Но основная масса – это приобретение своей квартиры. Дача, земли, и чего хотите. То, чего вам нужно. И обойдете вы всех конкурентов, и всех обставите, и выиграете, и победите. Посмотрите, какой мощный зверь, волк. Холеный. И хитрый, и умный, и ловкий, и осторожный. И красавец. И дом ваш будет под очень хорошей защитой. У него дух-хранитель будет изначально. И он вас доведет и до покупки, и будет охранять ваш дом. Как этот волк, верно и преданно. Такой первый вариант. И мы переходим ко второму. Восьмерка жезлов перевернута. Второй вариант. Тут единороги. Не просто восьмерка жезлов. У вас сложится карьера. У вас сложится работа. То, что вы загадывали. Но после того, как вы поменяете или работу, или направление этой работы, вид деятельности, или отдел, или перейдете на другое место. Потому что карта перевернута. Но вы достигнете цели. Если вы хотели оформить какие-то документы, вы заказали, вы оформите их. Но со второго раза. Но это в основном документы и карьера. У вас будет и то, и другое. Но со второго раза. Или смена работы. Или вы повторно вернетесь к этой же сфере деятельности. А в целом делаете карьеру. И если вы уже возраста, скажем так, пенсионного, то вам карты советуют работу не бросать. Вернее, не карты, конечно, а лучшие силы. Не бросайте работу, не бросайте деятельности. Будьте до конца всегда активными. Вот такой совет. Вот ваше желание. И если вы молоды, то тоже вам совет. Не бросайте работу. Будьте упорны, несмотря ни на что в жизни. Вам все в жизни дается, но со второго раза. С третьего. Это ваше естественно. Зато дается лучше, чем многие. Потому что единорог, он упорно карабкается к своей цели, но он всегда побеждает. У него есть рог, чтобы проломить любой барьер. Работайте до конца жизни, работайте, отдавайте себя. Вы очень много приобретете. Потому что без этого ваша жизнь будет пустой. И сила тоже иссякнут. Вот такой второй вариант. Третий вариант. Семерка жезлов перевернутая. И тут жезла единороги. Еще скрещенные, словно магические жезлы. Не просто жезлы, а магические. Вам везде и всюду надо добавлять магию. Это обязательно. Чтобы добиться цели. Эта карта вам не обещает никакого исполнения желания, но дает совет везде добавить магию. Особенно магию на скорость довершить результат, увидеть ясную цель. Вам это это вам очень необходимо. Когда единорог скрещивает жезлы, это магическое. И семерка. И советуют обратиться к магии воды. Если вы вообще с магией не связаны, то вам нужно очень конкретизировать каждый раз, что вы хотите. Вы очень часто не можете чего-то добиться, потому что у вас расплывчатые цели и намерения. Я вам советую выбрать одну цель и ее добиваться. И тогда у вас все пойдет. Все ваши дела тронутся с места. Но вы как козерог должны всего себя отдать. Этой цели одной. Сосредоточиться, а не разбрасываться. Вот талантливая и даже очень. Вы талант и слишком талантливый, слишком разбрасываетесь. Вам советуют не разбрасываться, а посвятить себя одному. и тогда вы получите свое заветное желание. Но только тогда. Карты вам, вернее высшие силы, не обещают исполнение желания в прямую, но говорят, что вы добьетесь его, если не будете разбрасываться. Вот такой третий вариант. Переходим к четвертому. четвертый вариант. Девятка жезлов. перевернутая. А вот вы добьетесь своих целей, вы скоро достигнете свою цель, вам надо еще немножко постараться. У вас все разваливается перед самым концом, но надо вернуться еще раз доделать. Это ваша энергия. Очень много три варианта буквально повторялось друг за другом, но с вариациями. Вы достигнете скоро своей цели. Это не желание, это ваша цель, но она может быть и вашим желанием, и скоро вы ее достигнете. Вот что говорит ритуал на желание. Вы достигнете своей цели, но вы будете за не очень много еще работать. Это будет скоро, но после какого-то препятствия или обвала что-то вам помешает, а потом вы достигнете своей цели. Вот такой вам ответ. Четвертый вариант. Пятый вариант. Четверка пентакли перевернута. вам для ваших желаний пока не хватает финансов материальных выполнить. И не хватает покоя в вашем доме надежного тыла. вам надо начать накопить небольшую сумму. И потом у вас пойдет. У вас будет более стабильная жизнь и доход. Вот такой вам ответ. Ваше желание не исполнится. Но оно исполнится позже. Исполнится желание в материальной сфере. Но вам надо накопить денег. Потому что с нуля ничего совсем уж так не бывает. Но бабочка, которая сидит на пентаграмме, вам обещает, что придет момент это случится. И пентаграмма это все-таки защитный знак. Это защитный знак на вашем доме. Она говорит, что все проблемы, которые в вашем доме были, они исчезнут. Придет такой момент, это и есть ваше истинное желание, все остальное это напускное. И это исполнится. Не то, чем вы спрашиваете, не то, что может быть вы хотите. Но покой в вашем доме он придет. По этой гексограмме, что он выполняет. Это истинное ваше на самом деле желание и намерение. Вот это исполнится. что вам говорят высшие силы. Такой пятый вариант, и мы переходим к шестому. Шестой вариант, восьмерка кубков прямая. Да, конечно, да, ваше желание исполнится. все, что касается в сфере эмоций, в сфере улучшения вашей жизни. Но это не такое глобальное, как девятка и десятка, но оно предвещает улучшение жизни, улучшение финансов, улучшение отношений, маленькие радости, неглобальные покупки, отдых, развлечения, счастливую семью, вот это вам обещает восьмерка кубков. Кубок полон, кубок очень красивый, но это все поверхностное, а в целом, что вам эта карта предвещает основное, это верного партнера. И это и есть ваше истинное желание, самое настоящее, но глубинное. Вы хотите верного партнера по жизни, и он у вас будет, и вот это у вас будет. получится. А все остальное это не имеет такого глобального значения, это проходящее. Сегодня хочешь одного, завтра другого, но ваше истинное желание, ваше глубинное, как говорят, сканер высших сил, вы хотите верного партнера, и вы его получите. Вы получите шестой вариант, он у вас будет. Видите, какой красавец. И жизнь в достатке. Восьмерка кубков не богатстве говорит, а достатке. И еще говорит, что партнер ваш будет очень красив. Видите, как и предан. Видите, какой красавец. Как честно смотрит. Да, и с хорошим аппетитом, как все волки. Достоинства или недостаток не знаю, но аппетит хороший. Волки прожорливы. Покушать будет очень любить. Вот такой шестой вариант. Мы переходим к седьмому. седьмой вариант шестерка жазлов прямая. А вы вам открыты все дороги. Это первое. Второе говорит, что вы достигнете своей цели и своих желаний. И будет у вас достаток и то, к чему вы стремились. Он не обещает очень глобальных изменений, глобальных желаний, но говорит, что у вас жизнь пойдет на улучшение, и одно ваше желание очень скоро сбудется. По прямой шестерке жазлов. одно ваше желание очень быстро сбудется. И вы к этому не будете прилагать особенных усилий. Вы уже потрудились и это даст результат. Причем будет очень красивым и счастливым образом, потому что единорогие это удача. К вам придет удача, она поможет вам выполнить ваше желание. Вот такой седьмой вариант. Переходим к восьмой вариант. Пятый аркан и 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 аркан. Он вам предвещает большие перемены в жизни, большую прибыль. Несмотря на то, что аркан перевернутый, но зато здесь есть дракон и луна и звезды. И он сам стоит в круге в солнечном. Это вам предвещает большую прибыль. прибыль, 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 или карьера. Вопреки социальный статус жизни. И вы получите прибыль очень хорошую, большую. Потому что дракон, он всегда денежный. И даже его присутствие на карте приносит деньги. Такой восьмой вариант. Вы получите судьбу более высокую, чем заслужили. В общем-то. До этого своей кармы вы подниметесь выше. но за счет ваших знаний и работы это рабочий ирофант. Это не принимающие похвалы. Нет. Вы будете и по перевернутой карте уж тем более будете работать. Это не свалится с неба. Но вы получите участь выше, чем вам предназначено. было изначально. Чем вы родились выше подниметесь. Вот такой восьмой вариант вам подарок. Судьбу выпал. Мы переходим в девятый. девятый вариант пятерка жезлов прямая единорог. вы получите известие, которого давно ждете или документ или известие документ, которого вам не хватало. Это будет вашим исполнением желания. Оно продвинет очень далеко ваши дела. То, что вам не хватало завершить дело, вы получите в скором времени. Очень быстро. Это ваше действительно истинное и желание и намерение в чем бы оно ни выражалось. Что вы ждете известие, истинное и правдой. Вы ждете документа, вы его получите. Это документы, это известие, это письма, это согласие, это встречи деловые. Вы все это получите. Но это все деловой сфера касается. Чисто. И к вам оно придет, пробьет, проплавит ваши усилия. Вот такой девятый вариант переходим в десятый. Десятый вариант. Двойка кубков привернута. Вы разойдетесь. И это ваше истинное желание и мысли. Даже если вы думаете, что вы хотите жить с этим человеком или дружить с этим человеком, вы разойдетесь. И это ваш подарок. Подарок вам от высших сил. Потому волк умеет перегрызать горло. И очень-очень хорошо. Вам подарок в виде того, что у вас забирают этого. Вы можете говорить, что вас обделили, что судьба несправедливая, судьба жестока, но от вас скоро уйдет человек, который вам перегрыз бы горло. Или разорил вас бы, или подставил бы. Это не обязательно даже только любовное, это может быть ваш родственник. Но кого считаете близким, хорошо знаете. У большинства это партнер, у вас его забирало, то это подарок силово. Вот такой десятый вариант. Это не обида, это дар. Дар надо принять благодарность. Вот мы переходим к одиннадцатому. Одиннадцатый вариант. Десятка кубков перевернутая. Ваше исполнение желания, оно задержится, но оно обязательно придет, потому что это десятка кубков, и вы его желаете вместе с кем-то, со своим партнером. Вам очень мешают многие личности в личной жизни и наладить все ваши желания, и судьба говорит вам, что эти личности от вас уйдут. Алчные, жадные, мешающие вашему исполнению и желаний, и жизни, из вашей жизни уходят очень негативные люди. Скоро они исчезнут, и вы забудете о них. и ваши желания исполнятся. Кубок ваш снова будет наполнен. И те, кто отпевал из вашего кубка и мешал вашему счастью, они уйдут. Вы будете счастливы, любовь вернется, счастье вернется, достаток вернется, все вернется. вам по десятке кубков вам вернется то, что вы утратили или то, что вы теряете. Оно не говорит, что исполнится некое ваше заветное желание, нет, но оно говорит о возврате того, что у вас вы потеряли. И это более ценно. Вы скоро вернете свою потерю и постепенно постепенно будете возвращать. Вот такой одиннадцатый вариант и такое вам исполнение желаний. Двенадцатый вариант четверка жазлов. Вам предмещает хороший дом и хорошую семью. до конца ваших дней. Единение семьи, что бывает очень редко. Говорят, что ваша семья не расколется, не развалится. Причем это не говорится только о браке, это говорится именно семье. Вам придет исполнение желание, желание, что вы сохраните семью до конца дней, оно будет единым. Это не материальное, но более важное для вас, что вы будете ладить со своей семьей, со своими близкими, и они тоже будут ладить, как два единорога. Вот сейчас сплелись рогами, повернулись друг другу с нежностью. Видите, это даже символ сердца. Они заключены в символ сердца. И помимо этого, вы видите, еще такие маленькие единороги в овале. Это говорит, что ваш рот не сякнет, в нем будут дети. Даже если вы не знаете, но ваш рот продолжится либо через вашу линию, либо через линию ваших родственников, вам обещают, что рот ваш не иссякнет. Много детей, много счастья, продолжение рода. Это ваше истинное желание. Как говорят высшие силы, и вы его получите. Вы получите хорошую семью и продолжение рода. Вот такой 12 вариант. На этом все. Лэв Лэв луна. луна. Лани